Привет! Наверняка вы и без меня знаете, что беспроводная зарядка это полезный гаджет. Конечно, кто-то скажет, что ничего принципиально нового он в нашу жизнь не привносит. И вообще, вставить штекер в разъём и подключить его к розетке не так уж и сложно. Но, тем не менее, я периодически забываю это сделать, и в результате мой смартфон остаётся с опустевшей шкалой заряда именно тогда, когда мне он действительно нужен. Недавно я поймал себя на мысли, что с тех пор, как в квартире появилась беспроводная зарядка, я практически перестал попадать в такие неприятные ситуации. И вроде бы принципиально ничего не поменялось. Просто теперь, проходя мимо стола, я оставляю телефон на подставке и время от времени наблюдаю, как энергия неспешно передаётся от одного устройства к другому. В этом видео я расскажу о моём новом гаджете от компании Ugreen. Как вы уже, наверное, догадались, это и есть беспроводная зарядка. А если точнее, это магнитный держатель с функцией беспроводной зарядки сразу для двух устройств. С помощью такой штуковины можно одновременно заряжать смартфон и какой-нибудь другой компактный гаджет, например, беспроводные наушники. Так что, если у вас есть iPhone и AirPods, вы сможете заряжать этим зарядником их одновременно. Впрочем, давайте буду рассказывать обо всём по порядку. Итак, зарядные устройства лучше всего подходят для айфонов, начиная с 12-го поколения. Из-за магнитов MagSafe держаться они будут очень крепко, и вы сможете фиксировать их под любым удобным для вас углом. Как вертикально, так и горизонтально. Android-смартфоны так охотно к подставке не прилипают. И тем не менее, OnePlus 10 Pro мне удалось зафиксировать вот в таком достаточно удобном положении, зацепив смартфон в зарядную площадку модулем камеры. Разумеется, во время зарядки можно продолжать пользоваться смартфоном, браузить интернет, переписываться с друзьями и даже смотреть YouTube. Процессу этот мешать никак не будет, ну, разве что аккумулятор будет заряжаться немного дольше. Общая мощность зарядника 20 Вт. При этом на нижнюю его часть приходится 5 Вт, а на верхнюю 15. Для ядушных смартфонов действует привычное нам ограничение протокола Qi в 7,5 Вт. Соответственно, время полной зарядки iPhone 13 Pro Max составит примерно 3 часа. Конечно, это медленнее, чем по проводу, но если вы используете зарядник в качестве подставки, скорость тут уже не так критична, потому как вы всё равно можете продолжать пользоваться телефоном. На каждой из зарядных площадок предусмотрена силиконовая накладка, чтобы вы случайно не поцарапали смартфон, когда будете устанавливать его на зарядку. Светодиодный индикатор есть только в нижней части устройства, он загорается, когда вы ставите на неё какой-нибудь гаджет. В комплекте с зарядным устройством идёт фирменный кабель USB-C от компании Ugreen. При необходимости можно заказать бандл сразу с блоком питания на 20 Вт, что я, в общем-то, рекомендую сделать. Поскольку разница в стоимости между этими комплектами будет небольшой, а блок питания на 20 Вт вам всё равно так или иначе понадобится. Ну а в целом устройство получилось довольно интересным. В первую очередь я могу рекомендовать его владельцам новых айфонов, а модели с MagSafe можно зафиксировать в любом удобном для вас положении, и держаться они будут довольно крепко. Также, если у вас есть AirPods или любые другие наушники с беспроводной зарядкой, вы сможете заряжать их одновременно со смартфоном, что тоже очень удобно. Скорость зарядки тут, конечно, меньше, чем по проводу, но, на мой взгляд, это компенсируется удобством и большим количеством регулировок подставки. Итак, ссылку на данное устройство я, как обычно, оставлю в описании. Если этот гаджет показался вам интересным, вы можете перейти по ней и почитать о нём подробней. Ну а мы на этом, пожалуй, закончим. Напоминаю, что вы смотрели Geekinsight.ru. До встречи в следующих видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok